Нур-Эддин Дубаш – студент Алтайского технического университета. Парень приехал из Марокко и совсем недавно начал изучать русский язык. Нур-Эддин планирует остаться в России. Вот только осваивать великие и могучие дистанционно не только скучно, но и очень сложно. Я не нравится онлайн, потому что я не понимаю хорошую Европу. Русский язык – это трудно. Шла третья неделя дистанта. В Политехе приняли решение продлить онлайн-обучение до 20 февраля, так как количество заболевших преподавателей и студентов увеличилось в два раза. На этот раз университет не стал переходить на полный локдаун. У студентов все же есть возможность попасть в ВУЗ при необходимости. А вот лекции и практики ушли в онлайн. И кому-то это даже по душе. Обучение у нас все равно в таком формате идет, что если человеку интересен предмет, он его самостоятельно изучает. По формату я бы не сказал, что какие-то большие отличия, разве что ехать не нужно, тратиться лишний раз и все. Выходят на работу преподаватели, которые заболели, допустим, около двух-трех недель назад, но тем не менее появляются новые случаи заболеваний. Чтобы у нас не произошло лавинной передачи коронавирусной инфекции, было принято решение на одну неделю продлить дистанционное обучение. Продлить дистант еще на неделю решили и в педагогическом университете. Здесь, помимо живых пар, студенты ВУЗа уже пропустили снежный десант, который перенесли на неопределенный срок. Мы ведем свой внутренний мониторинг, это заболевшие студенты и педагогические работники. И, к сожалению, здесь также количество заболевших достаточно большое, оно не уменьшается, поэтому принято решение еще на недельку продолжить образовательную деятельность в дистанционном формате. Если сейчас по результатам нашего мониторинга ситуация начнет стабилизироваться, мы будем выходить в очный формат обучения. Отличился Алтайский госуниверситет. Спустя две недели онлайн-обучения здесь вернулись к учебному процессу в обычном режиме. С сегодняшнего дня практические занятия проходят в ВУЗе, поточные лекции в дистанционном формате. Ирина Корчагина, Алексей Фризин. День с толком.